мне честно говоря страшновато стоять рядом обязательно всегда используйте защитные очки либо эта труба должна быть из монолитного поликарбоната это прогиб так ребят сейчас займемся усовершенствованием моей вакуумной камеры старого стекло которое здесь было она лопнула еще у меня подозрение что подсасывает воздух на соединениях потому что я делал на лен лен создает герметизацию хорошую когда пропитывается водой он набухает от воды и создает дополнительное расширение уплотнений но воздушных системах мне кажется он не подходит скорее всего вот она вакуумная резина которую я сегодня купил один метр погоны шириной 80 сантиметров думаю мне хватит этого за глаза вырежу с нее прокладку сюда и также вырежу уплотнения для колбы плюс вот сюда хочу строить такой тайничок а к нему уже подключить манометр чтобы следить какое создается разрежение сейчас моя задача припаять помощью серебра я уже начал паять но плохо прогрел сейчас заново все зачищу и попробую еще раз для упрощения процесса решил все собрать на анаэробный уплотнитель на анаэробный гель значит этот гель наносится на сухую резьбу надо обезжирить все очистить нанести гель собрать все скрутить и через 30 минут в принципе будет готова уже через час можно будет проверять пока в по его детали у меня немножко повело тройник так что у меня просто фум ленту срезает и выйду из положения с помощью этого гель все детали я очистил от старого уплотнителя обезжирил удалил все механические загрязнения наносить гель нужно перпендикулярно виткам как мне кажется если наносить вот так то он весь просто снимается это зеленый гель он позволяет 15 минут работать есть красный для более быстрой фиксации там достаточно 5 минут подождать все ребят собрал теперь оставляю на полчаса может быть даже на часик чтобы все полимеризовалась вырезал новый кусок оргстекла все готово к тесту вот как раз можете посмотреть для чего я вырезал в силиконе всю середину посмотрите как надувается а если вообще здесь не вырезать а сразу сделать через прокладку то силикон и резина надувается как воздушный шар вы здесь полностью так что приходится вырезать под размер колбы раньше стрелка здесь никогда не отклонялась дальше минус единиц значит не зря я купил ребят вакуумную резину будет еще лучше все работать отлично так и сейчас проверим как держит вакуум перекрою сейчас кран и смотрим по манометру если все герметично стрелка не должна отклоняться обратно видно что все нормально даже при малейшем подсосе воздуха стрелка довольно таки быстро начинает идти обратно ребята сейчас протестируем новую вакуумную колбу она мне понадобится в будущих проектах это труба от внешней канализации диаметром 160 миллиметров вот здесь я спилил на циркулярки но оставил посадочное место под резиновый уплотнитель так выставляю сейчас проверим будет ли работать вообще этот цилиндр вот это вакуумная камера вырезал кусок прозрачного орг стекла он тонковат 4 миллиметра более толстого у меня пока нету и лучше конечно использовать монолитный поликарбонат потому что он них руки а уж стекло лопается поэтому обязательно одеваем очки видно как сильно очень сильно изгибается орг стекло какое давление создается камера работает то есть можно использовать такую систему только верхнюю крышку надо более толстую более надежно мне честно говоря страшновато стоять рядом желательно еще раз повторю использовать монолитный поликарбонат или если вам не нужно прозрачность если вам не нужно снимать или смотреть что там происходит то можно использовать просто лист металла проверим как держит вакуум великолепно вот это прогиб запущу воздух ну и сделал я третью камеру поменьше диаметром 110 миллиметров и есть у меня вот такой вот уже толстый кусок орг стекла и сейчас вырежу крышку и мы протестируем видно как сильно прижимается здесь резинка по периметру не выдержала резинка отогнула и из вакуумной резины и мы еще раз попробуем так ребятки случился тут у меня взрыв и специально еще раз я вам покажу его еще вырезал одну трубу то есть вот эта труба у меня просто схлопнулась схлопнулась внутрь с таким очень сильным хлопком все разлетелось на кусочки то есть этот пластик очень хрупкий специально для того чтобы показать вам что можно использовать что нельзя я повторю этот опыт но уже визуально видно даже что эти трубы различаются по толщине то есть с этой трубой все было в порядке а вот эта труба не выдержала она просто взорвалась сейчас включаю и как только присосется я пойду на безопасное расстояние так лучше ребята погнали покажу вам что нельзя использовать трубы урааааааааааа МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так вот. А еще будем трубы? Еще хочешь? Пошире оно прям напитает. А я увидел, как замедлено. Да? Я прям увидел. Вот так. Ну вот так, ребята. Такие трубы ни в коем случае использовать для вакуумных камер нельзя. Надеюсь, вы это поняли. Сейчас я вам для сравнения покажу уже вот с этой трубой. Для наглядности покажу вам, что с этой будет все нормально. Но желательно ее усилить снаружи. Какими-нибудь кольцами вырезать из дерева, из фанеры, допустим. И они будут не давать сплющиваться. Здесь надо будет с ней работать. Ну да, не бояться, да? Так, сейчас, ребята, возьмем две палки и с трубцами попробуем дополнительно сжать, дополнительное давление создать, чтобы уже быть уверенным на сто процентов, так сказать, и спокойно с ней работать. Вот, ребята, сжал дополнительно с трубцами по центру. Видно, как она прогнулась, как она сжалась. То есть сделал дополнительное усилие, дополнительную нагрузку. Пошло. Страшно будет. Страшно? Ну все, ребята, даже с дополнительной нагрузкой этот цилиндр выдерживает спокойно. Эта труба выдержала, но она тоже, в принципе, хрупкая. Вот я протестировал кувалдой, очень сильно ударил, и она разлетается. То есть вакуум она выдерживает, она довольно-таки прочная. Но чтобы сто процентов быть уверенным и спокойно работать, лучше использовать металлическую. Найти стальную, либо алюминиевую, толстостенную, либо эта труба должна быть из монолитного поликарбоната. Сейчас я вам покажу разницу между оргстеклом, кусочком, и монолитным поликарбонатом. Допустим, оргстекло, насколько оно хрупкое, и монолитный поликарбонат. То есть, видите, его можно, в принципе, даже загибать, и с ним ничего не происходит. Намного более прочный материал, нежели оргстекло. Так что, ребята, в будущем 100% я найду трубу из нехрупкого пластика, типа монолитного поликарбоната, либо полипропилена, либо поищу стальную или металлическую трубу. Как вы понимаете, стекло тоже не подходит для этих целей. И покупал эту стеклянную вазу только для видео, чтобы показать, как происходит дегазация. Вы понимаете, что стекло очень хрупкий материал и в любой момент может хлопнуться вовнутрь. Так что, ребята, этим видео я хотел вам показать, насколько может быть опасная работа с простой вакуумной камерой. Какие материалы не стоит использовать ни в коем случае. Обязательно, обязательно, всегда используйте защитные очки, защитные маски, как можно лучше, на всякий случай защищайтесь. Короче, ребят, берегите свое здоровье. Кому видео понравилось, поддержите лайком, используйте правильные материалы. Всем пока, до скорых встреч!